Здравствуйте, меня зовут Максим Анатольевич, я врач-офтальмолог, являюсь профессиональным консультантом компании Rodenstock. И сегодня мы поговорим с вами о двух вариантах очковых линз. Это вариант перфа, это сферическая линза. И космо, плоская линза или асферическая линза. Компания Rodenstock выпускает оба типа линза. Следует сказать, что самый простой и самый элементарный в изготовлении тип линз, это, конечно же, сферическая линза. Потому что обточка такой линзы очень проста. И если вы вспомните историю очков, то первые очки, это, конечно же, имели вот такую сферическую форму. В чем преимущество и в чем нюансы таких линз? Первое преимущество, конечно, заключается в том, что есть большой изгиб. А значит, эту линзу очень хорошо можно поставить в изогнутую оправу, не меняя кривизну этой оправы. Однако, в тот же момент, сама линзочка по краям имеет избыточное изменение кривизны. А значит, именно по краям линзы происходит искажение изображения. Вспомните из фильмов или, может, из учебников, что первые очки, они всегда были маленькие и кругленькие. За счет этого, вот эта периферичность или крайняя часть линзы срезалась, и человек смотрел только через центр. К сожалению, в таких очках было удобно смотреть только прямо, потому что, как только отводился взгляд в сторону, терялось изображение. На сегодняшний день прогресс не стоит на месте, а мода тем более. И сейчас вы прекрасно знаете, что сейчас очень модны более широкие оправы с большим окуляром. Если в такой окуляр поставить сферическую линзу, то боковое искажение станет значимым. И кроме того, как только мы будем, например, читать, и опустим глазки, и будем смотреть через зону искажений, наши глаза начнут перенапрягаться. В таком состоянии долго работать, писать, читать, учиться, ну, крайне тяжело. Начнутся головные боли, иногда слезотечения, быстрая усталость. Поэтому были разработаны специальные линзы, плоские линзы, асферические, или, как называет компания Роденшток, космолит. Эта линза прекрасна тем, что она плоская, а значит имеет минимальные искажения по краю самой линзы. Эту линзу мы можем свободно поставить в большую широкую оправу. За счет этого периферическое, то есть крайнее изображение, будет достаточно четкое. И в момент чтения, и в момент письма или работы у нас не будут перенапрягаться глаза. А значит мы сможем работать, читать или заниматься любимым хобби значительно дольше. Кроме того, все мы прекрасно знаем, что когда мы смотрим на окружающий мир, мы постоянно вводим глазами. И особенно люди с большими диоптриями чувствуют, что когда они хотят посмотреть в сторону, они попадают в некую зону искажения. Изображение покрывается пеленой. В асферической линзе, то есть в плоской линзе, эти искажения практически отсутствуют. За счет этого даже при больших диоптриях человек может смотреть по сторонам и получать максимум комфорта. Более четкое изображение, более качественное. Следует отметить один нюанс. Так как в прошлом очень многие линзы действительно были только асферические, то когда мы переводим человека с асферической линзой на асферическую, то есть плоскую, человек начинает видеть много, начинает видеть большой объем. И глаз вначале немножко в шоке. Представьте спортсмена, который не бегал целый год, а сейчас вы его вывели и говорите беги 5 километров. Он, конечно же, устанет и ему будет тяжело. Точно так же при переходе с асферической линзы, в которой он края плохо видел, на переход в плоскую линзу, когда он получил больше изображений, конечно, сопровождается периодом так называемой адаптации. Этот период может занять от 30 минут, ну максимум до 5 дней, если у нас очень большие диоптрии. Например, больше, плюс или минус 5. Я желаю вам прекрасно видеть окружающий мир и наслаждаться этим. Спасибо за внимание.